чуваки смотрите он белка такая прям как на картинке белка не не хочет идти так ребят только что был файнатауне значит дошел сейчас до метро нивки и вот тут на дороге я увидел стоит по моему это сан-франциско creative house как-то так называется он наверху значок сага я просто хочу перейти дорогу и посмотреть поближе вот как раз реклама файнатаунов и там вот какие-то дома на них написано интергал бут это такая тоже фирма застройщик это конечно же это конечно совок вот это я прошел через этот парк парк счет называется тоже нивки как ни странно там несколько озер они прикольные но опять же такие немножко подзаброшенные есть пару каких-то знаете палаток которые там что продают вокруг раскиданы водки в водки селедки в парк есть он заброшенный по сути тропинки приятно все довольно таки не грязно я бы сказал тут я понимаю что эту аллейку немножко привели в порядок я кстати даже видел по моему какое-то видео про это потому что вот тут я вижу новые лавочки и новые входная вот это вот арочка а это вон интергал буд как раз и сделал этот парк вот написано это вот эти вот дома что-то сделали но тут видимо был какой-то парк развлечений которые есть но его нет он заброшенный это то что я увидел внутри там еще есть катамаранчики 30 минут 100 гривен все пойдем перейдем дорогу так ну вот он сам francisco creative house внизу еще не заселено тут какой-то маркет кажется работает уже тусуются строители подзарядка для электромобилей видите что нормальной территории здесь пока что нет о подзарядище я бы сказал вот нормальной территории тут нет наверное есть что-то внутри как туда попасть пока не знаю а напротив это известный оказывается известный нифки парк называется это такой довольно большой кластер вот таких ужасных убогих домов хотя кстати визуальность может немножко обманчиво быть территория тут совсем небольшая это вот такая высокая часть тела бат называется над коммерческой частью честно ну не знаю вот это все металл сколько продержится не без понятия это конечно красиво гулять тут толком негде детская площадка ну обязаны сделать ее по гостам хорошо что сделали ее немножко необычной резиновое покрытие вот это все реально напоминает израильские квартиры реально ребят потому что этот вот мокрая штукатурка в напыление и особенно вот эти вот кондиционеры внутри лоджий это нормально это хорошо они не снаружи висят но это конечно нам не напоминает именно наши не знаю может быть еще по цветовой гамме вот это вот песочный такой да она напоминает мне наши дома вот эти рамы какого-то медного похожего цвета как в израиле используются вот тут я вижу есть видите черные корзины для кондиционеров а в той секции не ставили не знаю почему окна большие вот там вообще чуть ли не в пол из чего строили сказать мне сложно надо смотреть на сайте не знаю пока ощущение неоднозначное неплохо выглядит неплохо а вот как она будет в эксплуатации это конечно посмотрим территория очень маленькая я бы сказал что это скорее как вот для съема или под апартаменты какие-то тогда это просто пушка вот семьей это конечно совсем другой вопрос я думаю семьями выбирать как раз вот тут нефти парк несмотря на его внешний вид вот даже смотрите пока я фотографирую можно сказать что старое и новое но на самом деле нет это новое это новое вот просто можно строить так можно строить вот так и этаж типа не супер вау но все равно она намного милее а претензии до претензии у меня вот к этому нахера ну надо типа какой-то металлопластик вообще который ну отвалится что ли вот эти вот штуки то есть что чтобы что чтобы не садились они выглядят как бы кривовато да вот их загибали я конечно понимаю что придираюсь но с другой стороны не знаю а зачем она надо и вниз ведет вот такая огромная прям по-израильские вот такая как это эстакада как назвать спуск вот в израиле тоже любят вот такую херобору намутить вниз но это чтобы не делать лифта конечно и чтобы не делать ступенек плиточка на полу нормально перилом утилитарным у меня вопросов нет а вот к этому честно говоря есть что это такое нахера ну надо вообще о водичка стоит ладно что то я подумал что не попробовал даже попасть вовнутрь я не знаю что там смотреть квартиры это все равно будут закрыты на максимум подъезд мне наверное интереснее даже вот этот вот более эконом вариант посмотреть сейчас напротив конечно вход въезд тут какими молодыми охранниками выглядит забавно что кстати хорошо строят из керамоблока смотрите вот этот большой такой типа красный кирпич странно почему он разного цвета но это керамоблока считается в принципе очень сейчас неплохо один из самых дорогих материалов и один из самых нормальных но все равно почему это нужно так опошлить в конце и нарисовать такие ужасные расцветки я не понимаю может быть людям так нравится может быть их привлекает все вот эта яркая пестра детская неожиданность но видите большой квартал вот тут еще продолжаются дома вон там вот нарисованы типы домов как будто они чем-то отличаются и какая-то пыльноватая грязноватая дорога сюда ведет по которой все протискиваются посмотрите на работают во все работают балконы делают из полнотелого красного кирпича тоже ништяк а все стены внешне заполняют видите монолитно каркасная сейчас так строить все в принципе и у нас тоже а здесь керамоблок плюс ко всему здесь еще идет штукатурка и утепление да ну сначала утепление потом штукатурка ну еще будет вентилированный фасад в этих домах конечно его нет так проезды конечно мега узкие две машины здесь не разминутся заборчиков зато нет и площадочка ну по дешману примерно как у нас в израиле только в израиле он сделают все в одном стиле одним цветом так как вы видите я пробрался особого труда сюда зайти не стоит очень близко очень большие дома вот сейчас скажу какие то есть элементы типа вот такие вот ну знаете сделано как бы на но дурака потому что они абсолютно бесполезны и ну для чего это непонятно это просто типа дизайн чтоб потратить бабло беспорядочно высаженные кусты местами как бы норм местами беспорядочно очень маленькие сложно представить когда это все вырастет и честно говоря она будет таким же вот я думаю что но все будет таким же всегда такие же подвалы как были у нас в детстве в которых мы любили залазить там и тусоваться я надеюсь что там сейчас кладовки но вот смотрите этот двор это двор пойдемте подойдем там есть интересная площадка выгул собал их запрещен нет конечно по сравнению с дворами в которых вообще за все заставлено машинами ничего больше нет то это прикольно но только и всего и парковочных мест не хватает я не знаю здесь паркуются люди может какие-то есть подземные но я не вижу честно никаких подземных парковок меня попалил охранник вы не такие все тоже настороженные так что могут попросить на выход наверное не знаю но вообще про пройти сюда довольно таки легко видите на территории тоже есть охранники это наверное или школа или садик планируется быть вообще я бы сказал что все вот это вот такой себе апгрейд с обычного советского жилья больше окна сразу уже застекленные лоджии вы чтобы никто не стеклил эти принципе приятно внизу магазинчики типа все как хотели сделать советском союзе наверное вот такая территория смотрите перед магазинчиками она хорошо она уютно она nice но конечно с файна тауном сравнить это вообще никак даже близко невозможно так что у нас тут у нас тут территория и какая-то штука ко мне идет охранник видимо сейчас попросят на выход ну окей что произошло что нас выгнали нас с вами попросил удалить видео конечно с этой камеры ничего удалять не буду и разобраться в ней не могу даже я поэтому конечно же ничего удалять я не стал но сделал вид как бы главное сказать да да хорошо все что такое очень странно что вот эти вот все правила внутренние комплексы правила жк не разрешают снимать видео это какой-то бред то есть ребята это полный бред это херня собачья и вообще с одной стороны на камеру реагируют на улице вполне себе позитивно с другой стороны каких-то частных территориях прямо камеру боятся как огня я еще понимаю если бы здесь жили всякие там ребята богатые олигархи но тут конечно же дешман для тех людей кто не может себе купить что-то другое хотя пацана мы потом сравним я выходя увидел на стоянке одну теслу мне интересно человека посмотреть на человека который купил себе теслу а потом купил себе квартиру здесь вот в этом прекрасном нефки парк в принципе опять же это советское жилье которое просто сделали ему апгрейд возможно это нормально для жизни для меня слишком я бы сказал на мой вкус очень кучно слишком маленькие дворы слишком на цепи сделана территория ну не знаю попахивать все это совком честно говоря откровенно совком очень много людей прямо сейчас даже не забитые дворы на очень видно как много людей сидят на лавочках ходят что-то это представляете сколько там вечером все дети выйдут где им гулять вообще там гулять негде эта территория огромная да а домов понатыкана вот этих вот сколько тут этажей 15-20 понатыкана просто капец так что вот такие вот мои выводы я бы наверное скорее даже предпочел жить вот в этом чем вот в этом ну и конечно на народная любовь макдональдс должен стоять именно возле такого жека хотя ничего против макдональдса не имею люблю но чувак был хоть и строгий со мной но учтивый потом поблагодарил за понимание и даже до ворот самих меня не провожал увидел что я сотрудничаю но в принципе это мужика мы ставим что наверное вот это мужика мы ставим наверное а а вот там файнатауну ставим конечно же хотя и файнатауне я уверен меня бы попросили удалить видео лишь увидели что я там снимаю но конечно же самый плюс этих всех домов то что это буквально через дорогу от станции метро это очень ценится в киеве короче чтобы сейчас не пробираться по пробкам прыгнем в метро и надеюсь выйдем спустя минут 15 на метро университет там пойду пешком до дома и и Субтитры подогнал «Симон»